Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Наша гордость. В Бобруйске прошла церемония присвоения звания почетный гражданин. Я благодарна, это вообще ничего не сказать, за такую высокую оценку. Кто трудится на благородины, не жаляйся. Лесной лабиринт. В стране растет количество пропавших грибников и ягодников. Зачастую граждане пренебрегают подготовкой, забывая об элементарных правилах безопасности. Как не сбиться с пути? Пора определяться. На следующей неделе начнется прием документов в СУЗы. В 2023 году абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальности. Что предлагают колледжи? А также технологичный подход, эвакуированные туристы и иностранная валюта. Банки Беларуси ввели единое правило замены банкнот. Какие купюры больше не примут? История успеха. В Бобруйске прошла церемония присвоения звания почетный гражданин. Его удостойны Анатолий Шкурков, Елена Винглинская и Раиса Рублевская. Каждый по-своему внес весомый вклад в развитие города. Однако всех объединяет одно – любовь не только к делу, но и к малой родине. С подробностями Ольга Васенда. Братские УЗы. На сцене Ледового дворца – церемония присвоения звания почетный гражданин. За плодотворную государственную и общественную деятельность, особые заслуги в укреплении связей и сотрудничества между Бобруйском и регионами России чествует Анатолия Шкуркова. Благодаря экс-главе городского поселения Нарафаминска мы активно взаимодействуем в сферах экономики, культуры, образования и туризма. Эта награда – это не только мне. Поверьте, я буду об этом говорить. Это ваше отношение городской власти вообще к Нарафаминску и отношение вообще к России, ко всем россиянам. Большое спасибо. Это большая гордость. Педагог с большой буквы, почетного звания удостаивается и Елена Винглинская. Учитель химии гимназии номер два из года в год приумножает интеллектуальный потенциал города. Ее учащиеся многочисленные победители Олимпиад, республиканского и международного уровня. Секрет успеха – собственный пример и безмерная любовь к своему делу. Это очень волнительно, трогательно, почетно. Чувство восторга, наверное, восхищения от того, что я удостоена такого высокого почетного звания, переполняет меня. За весомый вклад в развитие социально-экономической сферы. Звание «Почетный гражданин» присваивают также Раисе Рублевской, директору знаменитого универмага на площади. Благодаря работе с полной отдачей, Бобруйский промторг дважды занесен на республиканскую доску почета. Трижды удостоен высшей награды Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Бронзовый Меркурий». Но главная оценка – довольные покупатели. Я благодарна, это вообще ничего не сказать, за такую высокую оценку представителям власти города Бобруйска и депутатскому корпусу. За то, что они сломали стереотип торгового работника. Это, наверное, впервые мы смогли достичь такой вот высокой оценки за свой такой скромный вклад в развитие нашего города. Спасибо большое всем. Не стать жертвой тихой охоты. В Беларуси растет количество пропавших грибников и ягодников. Ежегодно регистрируется около 160 случаев исчезновения людей в лесу. На прошлой неделе в Осиповском районе спасатели нашли 35-летнюю женщину. При поисках было задействовано 5 человек и 3 единицы техники. К счастью, большинство заблудившихся удается обнаружить. Многие нуждаются в медицинской помощи. В основном – симптомами обезвоживания и перехлаждения. При походе в лесные массивы самое главное – это подготовка. Зачастую граждане пренебрегают подготовкой, забывая об элементарных правилах безопасности. С собой необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон, бутылку воды и необходимые медикаменты. В случае, если вы почувствовали, что потерялись, необходимо незамедлительно позвонить спасателям по номеру 101 или 112. Поиски облегчит и умение пользоваться мессенджерами для передачи сообщений с меткой своей геолокации. Специалисты рекомендуют надевать яркую одежду, непромокаемую обувь и сообщать о походе в лес родственникам, друзьям или соседям. Кроме того, с помощью интерактивной карты можно оперативно отследить, в каких регионах временно действует запрет. Сайт обновляется в режиме реального времени. Белорусский экспорт, современный комплекс и славянский базар. В Витебске стартовал 32-й международный фестиваль искусств. Кто хедлайнер? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Президент поставил задачу отказаться от фермы и за пятилетку построить технологичные молочно-товарные комплексы. Никто не запрещает строить такие объекты, если это по карману хозяйству. Но ранее было дано поручение определить оптимальный по качеству и цене проект, который будет использоваться по всей республике. Экспорт белорусских товаров вырос почти на 14%. Продажи в КНР близки к миллиарду долларов. Доля в российском импорте порядка 9%, что существенно выше среднего уровня за последние 20 лет. К слову, Беларусь вышла в лидеры ЕС по росту сельхозпроизводства. Всего произведено продукции более чем на 8 миллиардов рублей. Пятерых туристов, среди которых четверо белорусов, эвакуировали с Эльбруса. При спуске с горы группа попросила о помощи. На высоте 5000 метров была пурга и шквалистый ветер. Нескольким альпинистам стало плохо. Сейчас путешественники в предгорном поселке. В госпитализации никто не нуждается. 17 белорусских банков ввели единые правила замены банкнот в иностранной валюте. Теперь не будут приниматься купюры с производственным браком, рисунками, оскорбительными и нецензурными надписями, а также склеенные скотчем. Кроме того, изъятию подлежат деньги, которые имеют явные признаки подделки или вызывают сомнения в подлинности. 32-й международный фестиваль искусств стартовал в Витебске. Среди главных событий выступления звезд в летнем амфитеатре и концертном зале. На сцену выйдут группа Сябры, Лев Лещенко, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Сергей Лазарев и многие другие. Славянский базар продлится до 17 июля. Работа на предупреждение. В Могилевской области проводят комплексный план по профилактике птичьего гриппа. Ситуация в регионе стабильная. В Обруске под контролем ветеринарной службы частной подворья. Основные переносчики – гуси, утки, вороны и голуби. Вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Специалисты рекомендуют домашних птиц держать изолировано. Кормлению птицы необходимо обязательно одевать в спецодежду, то есть резиновые сапоги, фартук, перчатки. Запрещается при этом принимать пищу, то есть в этих перчатках, допустим, или во время кормления. Птичий грипп – острое инфекционное заболевание домашних и диких птиц, известное уже более 140 лет. Характеризуется поражением у пернатых органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. В некоторых случаях вирус преодолевает нежвидовой барьер и инфицирует людей. Общие меры предосторожности включают регулярное мытье рук, соблюдение правил гигиены и обеспечение безопасности пищевых продуктов. Гайд по поступлению. В Беларуси на следующей неделе начнется вступительная кампания в СУЗы. У абитуриентов, которые планируют поступать на дневную бюджетную форму после 9 классов, документы будут принимать с 20 июля по 3 августа. На платную до 14. У выпускников 11 до 20 числа. В этом году планируется зачислить свыше 39 тысяч первокурсников. Из них 27 будут получать образование за счет госбюджета. В 2023 году абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальностей и квалификацией. Так, в старом классификаторе была специальность торговое дело. В обновленной версии ее назвали торговое обслуживание. А специальность общественное питание на данный момент называется обслуживание и изготовление продукции в общественном питании. С этого года в Беларуси изменились правила приемов СУЗы и ПТУ. Раньше зачисление проходило или по конкурсу среднего балла аттестата, либо по результатам двух ЦТ. Как, например, на медицинские специальности. Теперь все будет зависеть от первого документа. Где-то отменятся и вступительные экзамены. Однако нововведение не коснется спортивно-педагогической деятельности, физической культуры и творческих направлений. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»